Опа! Открывайте его! Открывайте! Ну подожди, подожди! Да ну! Надеюсь, в этом виде, красивом, он сохранится долго. Выехали мы с Кастанбоксом. Так, ну что, недолго мы радовались. Вот, да, судьба узкая, пипец, какая сложная. Что просто мы не доехали до точки, где хотели подрифтить. И вот. Как бы вот. Если есть мечта, оберегай ее. Люди, которые чего-то не могут, будут уверять, что и у тебя не выйдет. Поставил цель, добейся. И точка. Да, ребята. Ну, блин, ну, бывает вот так вот. Где-то остановилась, где-то оступилась. Сегодня виновата я. Меня подрезали, я увильнулась, но не посмотрела в этот момент вправо. Ну, что тут, что тут, можно сказать. Сегодня подрезала я, после Радал Скай. Ну, ничего, не сильно. Сделаем. Чуть бампер, чуть крыло подрихтуем. Бампер подкрасим. Такой на стеклопластиковый. Заделаем его. Надеюсь, теперь пойдет белая полоса. Все живы, здоровы. Это самое главное. А Скай наш боец вылечится. Так, ну, сразу проверим, нет ли еще каких-то повреждений. Так как бампер соскочил. Эта фара целая. Здесь у нас вырвало крепление. Фару я уже убрала в салон. Бампер на хомут посадила. Ну, и вот основное повреждение, это вот трещина. Вот здесь вот повлупилось все. Ну, ничего, это, конечно, проще. Вот это вот все запаять. И поставить, так как это стеклопластик. Здесь уже будет посложнее. Нужно будет рихтовать. Да, честно сказать, уже хотелось бы уже давно разъехаться. Уже стоим около двух часов. Ждем полицию. Которая, к сожалению, до сих пор еще не приехала. Ущерб у него вот. То есть просто чуть-чуть маленькие царапинки. Но это городской транспорт. Вот видите, московский транспорт. Поэтому стоим, ждем, что делать. Глаза. Так, в общем, вот водитель, которого я подрезала. Мы расходимся по-мирному. Все, надоело нам ждать. Три часа прождали полицию. Все, да? Мир. Бывает, да, в жизни огорчение? Да. Ну, ничего страшного. Не газуйте больше. Все, поехали. К Ване в бокс опять делать. Ну, вот и добрались мы до кастом-бокса. Вани пока что нету. Для него сейчас это будет сюрприз. Что скажешь? Все, извините. Прямо счастлив? Да. Красавчик. Кстати, первая в жизни моя авария. Как вы видите, ребят, прошло два дня. Всего лишь два дня. И от этого всего мне осталось и следа. Да, ребята просто волшебники сотворили нечто. На самом деле. Ну, для меня это нечто. Но потому что, как бы, я приехала, отдала. И через два дня приехала. Все, как и было. Но, как и говорил Ваня, что это мелочи жизни. Все делается быстро. И теперь мой малыш снова целенький. Так что сейчас у нас вторая попытка выезда из кастом-бокса. И, надеюсь, сегодня мы доедем все-таки до места, где подрифтим. И все пройдет благополучно. Погнали. Да, ребят. Ну, вы даете. После прошлого видео я смотрю, столько комментариев появилось. О том, какая я косая, кривая, и кто мне вообще доверил руль. Как вообще бабу можно было пустить за руль. Так могла только Настя поступить, сразу выехать с покраски и тут же разбить. Остановитесь! Серьезно? То есть стоило один раз оступиться, как вы сразу отвернулись от меня и стали писать такую фигню. А ничего, что это первое ДТП в моей жизни. А у меня, между прочим, 8 лет стажа. И за эти годы у меня были разные машины и разные ситуации на дорогах. У меня было, когда механика выбивала передачи. То есть я еду в потоке, передачу выбивает, машина начинает глохнуть. И чтобы доехать до ближайшей точки, хотя бы, где можно остановиться и посмотреть, в чем же дело. Тогда был у меня двойной карбюратор, который постоянно потом выходил из строя. То есть, представляете, да? Сцепление, передача, постоянно газ. И еще как бы машина с правым рулем. Если газ бросаешь, машина глохнет. Потом хуй заводится. Так что надо умудриться ехать, не бросая газ. В городе довольно трудно это делать. А знали бы они, что ты преодолеваешь. Для многих правый руль это вообще космос, капец. Как это можно ездить на правом руле? Также я очень много лет проработала в такси. Там тоже было много разных ситуаций, из которых я всегда выходила красиво. Даже взять банально пробило колесо. Я аккуратно ухожу на обочину, не цепляю никакие другие машины, никому не мешаю. Ухожу и тут же меняю само это колесо. Но даже взять ситуацию с Владивостоком, когда выпал первый снег. И сколько машин тогда поперебилось? Сотни, сотни машин перебились в тот день. А я как раз таки работала в тот день в такси. И благополучно добралась до дома. Ни единые царапины. Давайте возьмем ситуацию, когда я ехала с Воронежа на своем Субаре. Был гололед, меня понесло в неуправляемый занос на машине. Но мне удалось вырулить так, что я просто ушла на обочину. И машина не получила ни единой царапины. Хотя она могла улететь в кувет, перевернуться там тысячу раз. Или чего хуже, да, улететь во встречную машину. И стоило один раз, один раз мне оступиться, ошибиться, как вы от меня отвернулись. Потеряли в меня веру. Ну, конечно, не все, но многие из вас. И тем самым меня это все очень огорчило и обидело, конечно же. Но мне понравилось, как отреагировал Ваня с кастомбокса, который делал Ская. Ну, что сказать. Все, что не делается, все к лучшему. Я ей, в принципе, так же сказал. Она могла доехать до площадки, где дрифтило, и там могло произойти все, что угодно. И, может быть, Господь Бог остановил ее с таким способом. Так что, ничего страшного, это железо, мы все починим в ближайшее время. И она снова будет кататься и радоваться, и радовать вас, своих подписчиков. Ну, вот, собственно, и все. Так, ну что, ребят, благополучно добрались мы со Скаем до гаража. И теперь настало время внести его тоже в мое приложение Росштрафы и проверить, не нарушила ли я где-то уже. Потому что по остальным моим машинкам штрафов уже очень много. И это за ближайшие полторы недели. Да, в Москве очень много камер, они почти что на каждом шагу, на каждом углу, поэтому, ребят, будьте аккуратны. Ну, а сейчас мы внесем с края нашего. Так, документики. Так, ребят, знаете, вот мне нравится это приложение тем, что в нем самые быстрые уведомления о моих нарушениях. И я их успеваю платить со скидкой в 50%. Да, кстати, тут также еще можно оплатить и транспортные налоги, не выходя из самого приложения. Так, я все. И ждем. Все внесла. Так, паская штрафов нет, и это очень радует. Сейчас оплачиваю все остальные. Буквально в два движения это делается. Все, готово. Так что, ребят, совет вам от опытного водителя. Обязательно устанавливайте себе приложение Рожтрафы, потому что рано или поздно оно вам пригодится. Ну, а ссылочку я оставила где? В описании. Ну, а мы погнали раздавать угла. Курточку сниму, пристегнусь и помчим. Курточку сниму, пристегнусь и помчим. Так, что тут у нас по датчикам? Температура масла в норме, антифриз в норме, давление в норме. Отлично. Работаем дальше. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Вот и покатались. Было весело, даже что-то получилось. И даже еще осталась резина. Видите, еще есть. Ну, конечно, внутренняя часть прям сильно, а здесь еще есть. Учесть то, что это у меня резина как бы зимняя липучка, и она очень мягкая, очень мягкая. Поэтому, ну, так себе. Ну, на сегодня хватило и все получилось. Ребята, в прошлом видео, когда я поменяла ручку на КПП на новую, вот эту вы мне сказали, давай-ка, Настя, разыграем. Окей, ребят, давайте. Но на одной ручке мы решили не ограничиваться. И приготовили для вас еще вот таких вот два подарка. Так, что тут у нас на нем лежит? Да, вот такие вот две плюшевые игрушечки. И получается, за первое место у нас будет ручка, за второе место вот такой вот плюшевый домокун, и за третье место плюшевый баллон закиси азота. Так, идите ко мне, подарочки. Итак, условия конкурса. Вы должны быть подписанными на оба наших канала и оставить нужно вам комментарий под этим видео, где ключевая фраза – это хэштег «Скай живой», и далее после хэштега «Ваши пожелания для Ская». Все легко и просто, но самое ключевое – вы должны открыть свой профиль, чтобы мы смогли проверить, выполнили ли вы условия конкурса. Так что, ребят, действуем, кому интересно, участвуем в конкурсе. И буквально через недельку мы проведем прямой эфир, где разыграем эти подарочки. Ох ты какой, красавчик мой! Ребят, ну и, конечно же, это не конец проекта. Здесь еще много чего будем делать, дорабатывать и усовершенствовать. Первое очередное, конечно, что мне не нравится, так это оптика. Мы либо сюда поставим рестайлинг, либо поставим другие какие-то тюнины, либо просто их за кастами, что сзади и что спереди. Спереди у нас здесь, конечно, вообще фары вроде нормальные, целые, но, возможно, полировка им поможет, именно самому стеклу. А внутреннюю часть можно поставить линзы, как мне сказали. Ну и, конечно же, это мы все будем делать. Дальше, что касается нашего двигателя. Давайте откроем. Наше сердце тоже требует еще небольших настроек. Работает сейчас машина, ну, так скажу, не очень. В плане того, что где-то потраивает, где-то переливает топливо. Катушки у меня здесь стоят с моего вот этого мотора, который мы поставили контрактный RB25 Deadneo. И они, я вам скажу, очень привередливые и очень часто выходят из строя. Тем самым, из-за чего у нас и троение мотора. Мне порекомендовали поставить сюда от GZ, что они дольше служат, но это, опять же, кастом. Также нужно будет настроить мотор, выяснить точно, прошиваются у нас здесь мозги или нет. Но, в общем, настраивать в сердце нам еще нужно. Погнали дальше. По внешнему виду. Да, я всем говорила, что буду красить его в красный перл цвет. Кенди-краска. Почему же он белый? Ну, во-первых, потому что оказалось очень сложно найти мастера, который не ломит цены за покраску в кенди-цвет, и мастера, который реально понимает, как красить кенди-цветом. Поэтому Ваня Кастомбокс посоветовал мне, давай, говорит, вместо того, что мы его покроем грунтом, и ты будешь в грунте ездить, давай покрасим его в белый акриловый цвет. То есть это будут те же самые деньги, но зато он имеет вид. И имеет вид, я вам скажу, очень даже красивый. Ну и раз он уже получился у нас таким красавчиком, поездим немного в белом цвете. Но потом я хочу все-таки внести какую-то индивидуальность, тем же самым винилом, наклеить наклеечки. Но есть тут золотая грань, главное не за колхозик. Но наклейки это просто, их можно как наклеить, так и потом убрать, если это будет выглядеть колхозно. Пока что поездим так, ну а потом мы перекрасим его. Либо это будет кенди, либо предлагайте свои варианты в комментариях. Пообщаемся с вами, обсудим и решим, как же лучше будет Sky выглядеть позже. Так, ну и конечно же, салон наш тоже требует доработок, это в любом случае. Самое первое, основное, это вот эти сидения, надо отсюда утилизировать и поставить сюда какие-нибудь хорошие ковши. Торпеду нужно будет переделать, возможно, возможно мы ее обтянем, руль другой поставим, пол, это все нужно переделывать, дорабатывать, чтобы все здесь было красиво, гармонично, четенько и по фэншую. Ну и самое ключевое и основное, я считаю, это подвеска. В первую очередь мы поставим сюда кайловеры, потому что здесь сейчас стоят штатные стойки, либо это будут кайловеры, либо фуллтапы, ну в общем, суть от этого не меняется, нужна жесткая подвеска. Ну а после чего мы поедем уже глубже, и будем уже кастомить скорее всего рычаги, сошки, потому что выворота мне очень не хватает, поэтому мы этим займемся обязательно. А почему именно кастомить? Да потому что Sky у меня-то 4WD, да, хоть двигатель у нас и заднеприводного, но подвеска вся, то есть подрамники, что спереди, что сзади, остались 4WD. Но в 4WD есть и плюсы, у нас здесь стоит в штате ЛСДшный задний редуктор, то есть это как бы уже лучше заварки, и это уже огромный плюс. Но, в общем, развиваться нам еще, развиваться проект цветет и продолжает жить. Передаю большой привет всем тем, кто не верил в меня и не верил в то, что Sky будет жить, и говорили, выкини, сожги это старое ржавое железо, но Sky нас жив, и спасибо всем тем, кто со мной с самого начала верил в нас и продолжает верить, потому что именно ваша поддержка помогала мне восстанавливать Sky. Вижу единомышленников, и это дает мне больше стимула идти вперед и только вперед. И хочу подвести итог сегодняшнего видео. Машины-легенды всегда должны жить. Их не нужно сбрасывать со счетов, их не нужно сбрасывать с обрыва, не нужно сжигать, не нужно сдавать на металлолом. Им нужно всего лишь чуть-чуточку помочь, и тогда они отплатят вам взаимности, станут вам верными друзьями, которые будут вас только радовать и дарить вам незабываемые эмоции. Так что, ребят, давайте вторую жизнь своим железом, друзья, поверьте, оно того стоит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова